Рождество Антихриста Два грешника Библии, фараон и царь Ирод, наоборот, праздновали свои дни рождений, и каждый из них убил в этот день другого человека. Фараон убил своего хлебодара, царь Ирод убил Иоанна Крестителя. Как же так получилось, что христиане празднуют день рождения главного праведника, празднуют Рождество Иисуса Христа? Надо начать с того, что в Новом Завете не указана дата рождения Иисуса Христа. Рождество стали праздновать только в IV веке, когда христианство уже стало вполне мертвой религией, отпавшей от Бога и легшей под власть Кесаря. Тогда и была придумана сказка, будто бы Иисус Христос родился 25 декабря, в день рождения римского Бога Солнца. Ясно, что эта сказка была придумана, чтобы облегчить принятие язычниками веры в Иисуса Христа в приказном порядке, указами Кесарей. Но неужели Бог в Библии не оставил нам каких-то намеков, указаний на точный день рождения Иишуа? Ведь вся Библия о нем, о Сыне Бога. Апостол Павел написал, что древние еврейские праздники – это прообраз будущего. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело – во Христе. Праздники – это тень будущего, а тело, то есть осуществление этих праздников, происходит во Христе, в событиях, связанных с жизнью и смертью Иисуса Христа в нашем мире. Ну, это понятно. Праздник Песох, Пасха, когда по закону заколали пасхальных агнцев, осуществился в смерти Иишуа, агнца, закланного за грехи всего мира. Праздник Опресноков, когда жилища евреев очищают от заквасок, осуществился в скорби учеников, которые так освободились от заквасок учений тогдашнего иудаизма – заквасок фарисейских, саддукейских и иродовых. Праздник Первого Снопа осуществился в воскресении Иишуа, которое произошло в этот день. Какие же праздники или знаменательные даты истории еврейского народа могут быть тенью будущего прообразом для рождения Иишуа? Иисус Христос – это Слово Бога, воплотившееся в человеке. Прообразом этого является принесение Моисеем народу Израиля скрижалей с десятью заповедями. Скрижали с заповедями – это тоже Слово Бога, но воплощенное в камне. Если восстановить эти события по тексту Пятикнижия, то получается, что народ Израиля получил скрижали в восьмой день седьмого месяца Тишрей. И есть еще другое событие, которое также выпало на восьмой день седьмого месяца. В этот же самый день царь Соломон внес в храм ковчег со скрижалями. То есть, эти два события являются тенью от рождения младенца Иишуа. Получается, что Иишуа, Иисус Христос, родился осенью, в восьмой день седьмого месяца Тишрей. Это соответствует приблизительно сентябрю. В 2023 году этот день будет 23 сентября. Эта дата выглядит гораздо более правдоподобной, чем рождение Иисуса зимой. Зимой в Израиле льют дожди, и пастухи вряд ли стали бы держать скот на выпасе ночью. Перепись, о которой упоминается в Евангелии, было бы рационально провести осенью, в хорошую погоду, после окончания сельскохозяйственных работ, но не в праздники, не в Рошашана, не в Йом-Кипур и не в Суккот. Если бы Иишуа родился в один из этих праздников, или накануне такого праздника, то об этом наверняка упомянули бы в Евангелиях. Поэтому день рождения Иишуа за два дня до поста Йом-Кипур выглядит правдоподобно. Но самое главное, согласно закону Моисея, имя новорожденному младенцу давалось в восьмой день после его рождения, в день его обрезания. Для Иишуа этот день оказывается пятнадцатым днем седьмого месяца Тишрей. Это первый день праздника Суккот, праздника Кущей. Для нас, верующих в Иисуса Христа, главным является Его имя. Мы обращаемся к Богу во имя Иисуса Христа. И это имя впервые было объявлено перед людьми в первый день праздника Кущей. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. То есть, имя Иишуа – это и есть Кущи, где мы спасаемся после нашего исхода из Египта мира сего. Надо обратить внимание на еще одну деталь в Евангелии. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».» И далее написано. «Она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Как это так? В пророчестве Исаии было сказано, что нарекут имя Еммануил, а потом оказалось, что нарекли имя Иисус. Какая связь между этими разными именами? Дело в том, что Иисус – это имя младенца, рожденного Марией. А Еммануил – это означает «с нами Бог», это имя коллективного младенца, который объединяет всех верующих во имя Иисуса Христа. Поэтому именины Иисуса в первый день кущей являются днем рождения Еммануила. Этот коллективный младенец Еммануил уже родился, потому что имя Ешуа мы уже узнали и уверовали в него. Но младенец Еммануил еще не получил свое имя. Имя Еммануил еще не провозглашено над нами. Имя Еммануил должно быть провозглашено в день его обрезания. И это будет восьмым днем праздника Суккот, праздника кущей. Этот восьмой день праздника Суккот – самый большой праздник среди всех праздников Библии. Этот день называется Симхат Тара, что означает радость Тары или торжество Тары или торжество учения. В теле Христа этот день осуществится, когда в Израиле явится город Яговы-Шамма, описанный в 48 главе книги пророка Езекииля. Именно к этому дню относятся слова, написанные апостолом Павлом. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретене Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Восхищены здесь означает взяты. Взяты в Израиль, присоединены к еврейскому народу. Будем одним народом Бога вместе с евреями. Будем приняты, как воскресшие, потерянные колено Израиля во главе с Ефремом. Теперь нам должно быть понятно, написанное в книге пророка Захарии. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для похладения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. Праздник Кущей – это именины Иисуса Христа. И последний день праздника Кущей – это будут именины Еммануила, что значит «С нами Бог». В этот день на земле появится город Яхве-Шамма, и имя Господа Бога Израилева вернется в человеческий мир. Что же будет с так называемым Рождеством, которое праздновалось 25 декабря? У Езекииля написано «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу». Обратите внимание, двадцать пять мужей, двадцать пять, и они кланяются солнцу. Ложный день рождения Иисуса Христа был установлен в день рождения римского Бога Солнца двадцать пятого декабря. Этот идол в храме Бога Живого стоит до ныне. Идол беззаконника, человек греха, присвоивший себе имя Иисуса Христа. Это и есть настоящий антихрист, ложный дух, лжепророк, захвативший в свой плен множество людей, обольстивший их в ложную религию. Эта религия строит царство мира сего и служит властям этого мира вместо строительства царства Божьего. Вся христианская религия, празднующее Рождество, поклоняется в этот день антихристу. Уничтожение этой религии красочно описано в книге Откровения и в третьей книге Ездры. И видел я, вот, как бы лев, выбежавший из леса и рыкающий, и спустил человеческий голос к орлу и сказал, «Слушай, что я буду говорить тебе и что скажет тебе Всевышний, не ты ли оставшийся из числа четырех животных, которых я поставил царствовать в веке моем, чтобы через них пришел конец времен тех. И четвертое из них пришло, победило всех прежде бывших животных и держало век в большом трепете и всю вселенную в лютом угнетении и с тягостнейшим утеснением подвластных и столь долгое время обитало на земле с коварством. Ты судил землю не по правде, ты утеснял кротких, обижал миролюбивых, любил лжецов, разорял жилища тех, которые приносили пользу, и разрушал стены тех, которые не делали тебе вреда. И взошла ко Всевышнему обида твоя и гордыня твоя к крепкому. И воззрел Всевышний на времена гордыни, и вот они кончились, и исполнилась мера злодейств ее. Поэтому исчезни ты, орел, с страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами твоими, с жестокими когтями твоими, и со всем негодным телом твоим, чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия, и надеялась на суд и милосердие своего Создателя. Здесь упомянуто, что этот трехголовый орел христианства тождественен четвертому страшному зверю из седьмой главы книги пророка Даниила. Лев Иудаизма вынесет Божий приговор христианству трех конфессий. Построенный по слову пророка Езекииля третий храм соберет всех святых из всех народов в Израиле, сделав Израиль царством Бога и воплощением Иисуса Христа во втором пришествии. Христианская религия на этом прекратится. Сейчас пришло время строить третий храм, описанный у Езекииля. Мы нашли место, где этот храм должен быть построен. Это место расположено в Иудейской пустыне, в 30 километрах к югу от Иерусалима. Это место расположено в природном заповеднике. Место свободное, храм можно построить, потому что архитектурный проект третьего храма тоже уже имеется. Когда будет построен третий храм, то в восточные ворота храма явится слава Христа из всех народов. И когда восточные ворота сотворятся, то при седьмой трубе во мгновение ока изменится статус людей, которые в эти ворота вошли. Они станут воплощением Иисуса Христа во втором пришествии. Христианская религия будет еще некоторое время сопротивляться, но после явления в Израиле города Ягвы Шамма весь вавилон христианских конфессий и динаминаций рухнет и погибнет в мучениях. Подробно о третьем храме и всех пророчествах Библии, указывающих нам на время второго пришествия Христа, вы можете прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля», проект 1534. Книгу можно скачать по ссылке внизу в видео. Существуют и другие библейские доказательства времени рождения Иешуа осенью. Исфирь является прообразом церкви, спасительницы иудеев. Согласно книге «Исфирь», она была взята на ложе царя Артаксерца в первый день десятого месяца Тевета, а царь сделал ее царицей во второй день Тевета. Если считать год невисокосным, то от первого дня Тевета до восьмого дня месяца Тишрей срок 272 дня. Это примерно 9 календарных месяцев, которые считаются нормальным сроком для беременности у женщины. Другое доказательство, что Иисус родился осенью, основано на порядке черед священников, служащих в храме. Всего было 24 череды, и каждая череда служила в храме неделю. В праздничной неделе опресноков Шавуот Пятидесятницы и Сукот Кущий служили все череды вместе. Распределял же их по жребиям, и вышел первый жребий Иего-Иариву, второй Иедаи, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гаккоцу, восьмой Ави. Череда Ави, которой принадлежал Захария, муж Елисаветы, была восьмой и служила перед праздником Шавуот. Поэтому Захария мог освободиться от службы по причине своей немоты либо в свою неделю, когда ему выпало кодить в храме, либо в неделю после Шавуот, потому что он мог остаться там при храме вместе с празднующими израильтянами. Если Елисавета сделалась беременной сразу после возвращения Захарии из храма, то шестой месяц ее беременности был в девятый месяц года. Это месяц Кислев. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Это также указывает, что зачатие Марией от Духа Святого произошло в дни Хануки, которые празднуются от 25-го Кислева до 2-го Тевета. Таким образом, Библия Слово Бога разоблачает ложь христианской религии, на которой эта религия основана. Когда будут разоблачены и остальные обманы христианства, такие как лжеучение Троицы, лжеучение Десятины, лжеучение о праздниках, которые, вопреки Слову Бога, христианская религия перенесла, субботу заменила воскресеньем, Пасху, Песах, перенесла с полнолуния на произвольные дни. Будет разоблачено, как христианство обольстило мир ложным учением о благодати, якобы отменившей закон Моисея. Вся эта ложь христианства будет публично разоблачена святыми, которые явятся в восточные ворота третьего храма, построенного в Израиле, согласно пророчеству Езекииля. Так будет разоблачен и низвержен тот, о котором писал апостол Павел. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Будет низвержен идол Иисуса Христа, ложный Христос, обманным путем воссевший вместо Бога в храме Бога Живого, в сердцах верующих. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Верные Богу люди покидают блудную религию Антихриста, религию идола Иисуса Христа. Местом собрания избранных от четырех ветров будет третий храм, описание которого дано в книге пророка Езекииля. Когда вслед за избранными закроются восточные ворота, это будет моментом восхищения церкви, который многие увидят, но не поймут. Что это был именно тот момент, момент восхищения. Суть произошедшего восхищения церкви выяснится впоследствии, когда в Израиле явится город Яхвы-Шамма и град талантливых слов в силе Духа Святого истребит Вавилон христианских конфессий подчистую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok